Клуб «Ракетчик» в столице знаком, пожалуй, каждому человеку в форме. Именно здесь, подавая документы в военную академию, начинают свой путь сотни будущих белорусских офицеров. Сегодня место культурных встреч и отдыха курсантов переполнено школьниками и кадетами. Нас просто радует, что из года в год, в день открытых дверей, все больше и больше приходит молодежи. Причем молодежь, которая абсолютно не закрыта ни от какой информации, она сегодня имеет доступ ко всем информационным ресурсам. И она смысленно делает выбор профессии в сторону офицера, военного человека. Побывать в военный альмаматор – уникальный шанс увидеть представителей всех родов войск одновременно. Чтобы окончательно определиться с выбором, в академию пришел и суворовец Кирилл Беленчук. В училище парень претендует на золотую медаль, поэтому, вероятно, сможет поступать на любую специальность без экзаменов. Хорошо, что есть возможность пообщаться с курсантами, спросить, как они живут. Я посмотрел многие рода войск, связь, артиллерия, авиация и ПВО. А вот Руслан Шафронович к армии отношения пока не имеет. Парень выбирает подходящий для себя университет и уже посетил в дни открытых дверей несколько вузов. Я бы все-таки хотел поступить на радиоэлектронику, потому что мне, в принципе, очень интересна данная специальность, данное направление. И я считаю, что она будет полезна. Я учусь на физико-математическом профиле. У меня есть хорошие успехи в области информатики и математики. Поэтому я считаю, что вполне смогу усилить данную профессию и данный факультет. Есть среди гостей и те, кто с будущей специальностью давно определился и приехал еще раз убедиться в правильности выбора. Мечта поступить на общевойсковой факультет на мотострелка привлекает оружие, бронетехника. В следующий раз военная академия распахнет свои двери для потенциальных абитуриентов весной. Тогда же начнется отбор молодых людей, желающих стать курсантом. А пока что у ребят есть время подтянуть знания по профильным дисциплинам. Дмитрий Бондароевич, Кирилл Кайсберг, телекомпания Воен-ТВ. Специально для программы «Наше утро».